В преддверии Дня Победы в организациях города проходят праздничные мероприятия. К торжественным митингам и акциям «Бессмертный полк» присоединились учащиеся и педагоги школы номер 8. Все фотографии со стены памяти мы взяли сегодня в руки. И вот этот «Бессмертный полк» впервые прошелся по территории нашей школы, символизируя единство всех поколений. Для нас это очень важно, для нас это очень ценно. В школе у нас есть, конечно, музей воинской славы. Там тоже есть фотографии наших ветеранов, жителей микрорайона. Но то, что было сегодня, я думаю, что это очень значимо. Почему? Потому что в руках у детей были фотографии их близких и родных, тех, которые оказались во время войны участниками Великой Отечественной войны, и те, которые сейчас были рядом с нами, и мы смогли ощутить вот это единство. Подготовку ко Дню Победы в школе номер 8 начали еще в апреле. Для учащихся прошла декада патриотического воспитания. На классных часах школьники узнали о героях Зауралья и символах Победы. Получилось здорово, получилось хорошо. И самое ценное, что у нас было вот это единение единой песни. В том году мы пели песню «День Победы». А в этом году мы решили взять песню Газманова «Вперед, Россия». Ну, мы готовились, конечно, в течение последних 10 дней. Эту песню репетировали, отрабатывали. В этом слове победы пламя поднимает Россия знамя. Почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради Победы, собрались школьники всех возрастов. В строю бессмертного полка прошли более 180 учащихся. Само мероприятие значимо и важное, не только для нас, но и для детей, но я думаю, что для родителей, потому что родители тоже готовили вот эти все фотографии, готовили информацию о ветеранах. На классных часах дети рассказывали каждое о своем ветеране, где он воевал, какие подвиги совершал. Школьные митинги, приуроченные ко Дню Победы, становятся традиционными. На них ученики чувствуют значимость Великого Праздника и вспоминают о героях военного времени.